На этом уроке мы продолжим разбор слова «Аль-Мут-Тақиіна» в аяте «Инна лил-Мут-Тақиіна мафаза» в основу была «Аль-Мут-Тақиіна» по модели «Аль-Муфта'илина». На прошлом уроке мы поговорили о том, как буква «Ау» была заменена на «Та» с последующим слиянием двух букв «Та» с идуамом. А что касается конца этого имени, то мы сказали, что это имя «Ис-Муман-Куз» имя, которое заканчивается на букву «Я». А две буквы «Я» здесь это… Первый «Я» это последняя кореневая буква этого имени, а второй «Я» это признак падежа Аль-Жар, родительного падежа. Касра первой буквы «Я» считается трудным в произношении над этой буквой, поэтому эту огласовку удалили, что привело к встрече двух сакуну или двух сакунированных букв «Я», вследствие чего первую букву «Я» удалили, после чего у нас получилось «Аль-Мут-Тақиіна» по модели «Аль-Муфта'ына». Как мы сказали это имя в родительном падеже, мы подробно поговорили о подобном имени в трех его возможных падежных состояниях «Ар-Раф», «Аль-Насб» и «Аль-Жар». Итак, это имя в состоянии «Ар-Раф» «Аль-Мут-Тақи» «Аль-Мут-Тақиани» «Аль-Мут-Тақуна» по форме «Аль-Муфта'уну» основа была «Аль-Мут-Тақиуна» по модели «Аль-Муфта'ылюна». «Аль-Муфта'ына» «Даммы» буквы «Я» удалили из-за трудности произношения. Или же эту огласовку передали предыдущей буквы, что привело к встрече двух сукуна – «Сукуна» буквы «Я» и «Вауы» что привело к удалению буквы «Я» «Аль-Мут-Тақыуну» по модели «Аль-Муфта'ылюна», а «Аль-Мут-Тақуну» по модели «Аль-Муфта'уна. Дальше «Аль-Мут-Тақияту» «Аль-Мут-Тақиятане» «Аль-Мут-Тақияту» В состоянии Аль-Насб, Аль-Мут-Та-Кия, как мы видим, огласок Фатха проявляется над буквой Я, читается, так как его нетрудно здесь произносить, в отличие от Касры и Алломы. Аль-Мут-Та-Кия, Аль-Мут-Та-Кияни, Аль-Мут-Та-Кина, который мы подробно разобрали, так как здесь Аль-Насб и Аль-Джар совпадают. Аль-Мут-Та-Кия-Та, Аль-Мут-Та-Кия-Та-Ини, Аль-Мут-Та-Кия-Ти. В состоянии Аль-Джар, Аль-Мут-Та-Кии, точно так же, как в состоянии Аров, так как Касра тоже считается трудным в произношении над буквой Я, Аль-Мут-Та-Кия-Ини, как в состоянии Аль-Насб, точно так же, Аль-Мут-Та-Кина, точно так же, полное совпадение между Аль-Насб и Аль-Джар. Аль-Мут-Та-Кия-Ти, Аль-Мут-Та-Кия-Та-Ини, Аль-Мут-Та-Кия-Ти, тоже полное совпадение между Винителями и Родителями подъезжами. Как мы видим, разница между 1 и 1 жар в 6 формах только в форме единственного числа, как мужского, так и женского родов. Осталось упомянуть, что Аль-Мут-Та-Ки – это Исмун-Су-Ла-Фи-Юн-Мазид-Н-Фи-Хи-Хар-Фани. Трех букв, но имя с добавлением двух букв. Буква Мим в начале и Та, между Фа и Ламом. Гойру Сахихан, Гойру Сальмин – нездоровое, неправильное имя, так как его первая и третья корневая бука является слабыми буквами. Мы уже упоминали, что это имя является Ла-Фи-Фан-Мафрук. Подробно разъясним, что это означает. Следующее слово – это Мафаза по модели Маф-Алун. Мы подробно поговорили об этом слове в предыдущих уроках. И все же скажем, что Мафазан в основе было Маф-Возан. Здесь применили то же самое правило, что и в словах, например, Ма-Абун, в основе Ма-Обун, или Я-Хафу, в основе Я-Хафу и так далее. Маф-Возан. Фатфу букву Вау передали здоровую букву Фа, так как здоровая буква больше имеет право на огласовку, чем слабая буква. Затем, исходя из того, что Вау до передачи огласовки в основе была огласована, а после передачи ее огласовки предшествующая буква имеет теперь Фатфу, на основе этого мы заменили Вау на Алиф. Мафазан по модели Маф-Алун. Образован от глугола Фаза Яфуза. Фавоза Яфуза в основе. Яфуза по модели Яф-Улю. Значит, Исма Макан, Исма Заман и Мастеран Меймиюн, то есть имя места действия, имя времени действия, а также имя действия, образованное путем добавления буквы Мим, в начале, все эти три формы будут по модели Маф-Алун, как того и требует правила. Мы подробно поговорили обо всем этом в предыдущий урок, поэтому не будем здесь все это повторять. Значит, Мафазан может быть Мастеран Меймиюн, то есть значение Альфауза, успех, спасение, а также может быть Исма Маканин, то есть Макан Альфаузи, место спасения. Как мы видим, знания подобных правил очень важны, чтобы правильно понимать то, что пишет толкователь Корана. Ведь они часто используют эти и другие подобные термины. Аллаху а'лам.